И вот, когда думаешь об этом, становится страшно, что я для своего спасения не делаю столько, сколько делает Христос ради меня. Он отдает жизнь свою ради меня одного. Ради каждого человека отдает себя. И за каждого из нас он простирается на кресте. Ради каждого из нас закрывает собой. Почему мы иносим на груди крест? Ибо на кресте распростился сам Христос, который собой заслонил нас. А злобы сатанисты. И когда все это понимаешь, становится страшно, почему он отдает свою жизнь за меня, а я ленюсь и не рожу о свое спасение. Это ведь не просто какой-то символизм, хотя это символ нашего спасения, конечно. Но это конкретное действие. Господь действительно отдал жизни свою за нас. Господь действительно пострадал до смерти. Понес самые страшные страдания, которые только может придумать извращенный ум человеческий. И все это ради меня. Ради каждого из нас Господь вступает в Иерусалим. Ему народ, даже не ведая того, оказывает почести как царю, потому что и принят он был как царь. И воспринимали его как спасителя, как великого спасителя. Поэтому, когда спросили, неужели ты не слышишь, что они кричат, а сам на вышкин, благословен, гряду и во имя Господне. Почему ты не запретишь им этого? Говорили фарисеи и старейши. А Господь сказал, что если они умолкнут, камни возобьют. И поистине это так было. Но вы посмотрите, как же изменчив человек. Он видит, сколько чудес совершает Христос Спаситель. За несколько дней до этого Господь воскресил умершего Лазаря. И ведь что он сказал? Что не для меня это, Господи. Но дабы люди хоть немножечко приблизились и поняли, что это не просто человек, а Бог. Ему не нужны были почет и слава. Это нужно было для народа, чтобы они поняли, что Он есть Тот, Который имеет власть воскрешать мертвых, исцелять больных, повелевать стихиями. Но человеку дана свободная воля. Богом дана. И Бог не нарушает своего обея. Это мы можем по тысячу раз на день нарушать свои слова, обманывать себя и других. Это мы можем поступать по своим мыслям. Мы можем как нам вздумается подумать о человеке. Так оно и есть. И мы решаем, что это так. Или кто-то нам сказал свои мысли, значит, это так. А у Бога не так. И поэтому воскрешение Лазаря, это было свидетельством его Божественной сущности, свидетельством сущности Иисуса Христа, как Спасителя мира. Поэтому и сказал Он, Господи, не меня ради, но народа ради. Да будет это чудо. И четыре дня уже лежавший в гробу человек, который уже смердит, о чем свидетельствовали и сестры его, и все окружающие. И вот четыредневный покойник, мертвый, выходят из гроба живым, воскрешенным. И народ взывает, а сам на вышних, благословен, гряды и воема Господне, а сам на сыну Давидову, эти слова, они произносили по наитию, потому что искренне верили, что это Мессия. Но что же происходит буквально через несколько дней? А через несколько дней они кричат «Распни!» Именно те, которые кричали «Асанна!» сегодня, через несколько дней, их сознание повернулось, их вера, которая не была с горчичное зерно, их вера умерла. И ведь это народ, который видел Христа, который видел Его чудеса, и в лицо Ему кричали «Распни!» Вы понимаете, как человек может помрачиться в своем сознании, допустив в свои, в свою душу, в свое сердце греховные мысли. Сейчас народ ликует, ликует, встречая своего Мессию. Мы должны вместе со Христом пройти путь страстей и взойти на голубов. Мы не должны колебаться, хотя каждый сам должен заглянуть себе в сердце и в душу. А готов ли я принять Христа? Не поколеблюсь ли я, услышав злоречия и клевету, которая будет, казалось бы, правдоподобна, правдоподобна и из уст уважаемых так называемых людей. А ведь это были старейшины людейские, книжники, фарисеи. Это были те, которые якобы были праведниками, на деле же оказались злобными и ненавистными, потому что не смогли терпеть ухорений, справедливых ухорений Христа. Разве кого-нибудь Христос осудил? Нет. Нет, он человека не осудил, но он осуждал гордыню. Почему он обличал так иудейских старейшин и фарисеев? Почему обличал? Потому что они возгордились и на все смотрели через призму своей гордыни и таким образом заражали этой гордыней безумной всех. Весь народ и все, которые кричали впоследствии распни, они поверили словам этих злоречивых гордецов. Но сегодня они этого не знают. Сегодня они кричат осанно. Дорогие мои, ведь как близко враг возле нас? Как он может в одну секунду изменить наше сознание? И мы можем поверить этой клевете. Вот чего надо бояться, вот чего надо опасаться, потому что мы и так заражены, и разум у нас лжееменный, как писали святые отцы. Мы не должны доверять своему разуму, потому что слишком много он испорчен злобой и завистью дьявольской. И все те помыслы злые, которые входят в сердце наше, они приносятся нам дьяволом и с поспешниками его, клеветниками, злоречивыми. И если мы впускаем в свое сердце помыслы осуждения туда, через несколько дней мы тоже будем кричать «Разбни!» Поэтому очень важно нам блюсти свое сердце, не впадать в осуждение и не терять той великой благодати, которую дал нам Господь. Мы сейчас с вами прошли поприще Великого Поста. И не может человек остаться равнодушным или пустым, пройдя хоть какое-то поприще Великого Поста. Не может сердце человека остаться равнодушным ко всем тем словесам и песнопениям, которые мы слышали в течение этой четыридесятницы. И сейчас мы вступаем к страсти Христовы, его страдания. Да, войдя в Имсалим, он услышал «Асанна», но увидел мерзость запустения в душах людей в этом святом городе, в котором, казалось бы, должен быть представлять собой святое и чистое место. Господь увидел там мерзость запустения, и он стал эти раны лечить, он стал разумлять, обличать, научать народ, народ. Но он столкнулся с жуткой злобой горделивых людей, которые уже привыкли так жить и которые не хотели меняться, не хотели впустить свою душу Христа. Они его хотели держать только лишь как чудотворца, который будет их исцелять, воскрешать их мертвых, но они как учителя. Они не хотели ему уступить. И поэтому Господь и стал их обличать. Обличать их нечестие. И что? Разве он обличил блудницу? Нет. Потому что видел в ее сердце раскаяние. Он обличил фарисеев, которые хотели побить ее камнями. Разве он обличил прокаженного, который и так, как говорится, сердце кровью обливалось его от этих страданий? Нет. он обличил тех, кто его укорял, этого прокаженного. Он исцелил и слепорожденного. Сколько он помог, исцелил дочь Иаирову, который был язычник. Он исцелил дочь женщины Хананеки, которая была презираема как человек и как нация презираема иудеями. А он не отказал их. Он исцелял их. Он воскрешал их, помогал им. Он помог вдове, вернув ей сына со смертного отра. посмотрите, посмотрите, как Господь милостив к людям и прежде всего к грешным, но к тем, которые каются, которые готовы исправить свою жизнь и идти по пути спасения за Творцом, за Господом. Но он беспощаден и горделивым, так называемым верующим, которые считают, что они исполняют строго правила, что они до мельчайших миллиграммов все делают как положено, но в сердце своем злобны к тем, кто говорит им правду. они ненавидят правду и поэтому лицемерно прикрываются якобы исполнением правил церковных. поэтому мы с вами должны быть милосердными ко всем. Милости хочу, а не жертва говорит Господь. Милости. Он хочет, чтобы мы были милостивы и милосердны, долготерпеливы и великодушны, чтобы мы научились любить друг друга, чтобы мы научились понимать. Ведь смотрите, мусульмане, которые далеки от Христа, далеки от истины, но они же не убивают своих детей. У них большие семьи, они боятся сделать аборт. А у нас этот грех уже не считается грехом. И люди продолжают и продолжают убивать своих детей, убивать собственную тробе. И даже на исповеди об этом говорят чисто формально. Зато при этом других их осуждают в грехах. А что может быть больше и страшнее греха, как убийство собственного ребенка? Да, женщины, вам надо это услышать, и не только женщины, но и мужчины, которые дают молчаливое согласие на этот страшный грех. Как у вас рот открывается осуждать кого-то в чем-то, в каком-то грехе, какой бы он ни был, что может быть больше этого греха, убийства собственного ребенка в своей утробе? об этом надо помнить всю жизнь и не осуждать других в чем-то, а подумать, как свою жизнь исправить, как искупить свой грех, как помочь людям, может быть, кого-то остановить от этого страшного греха. потому что мы действительно уподобляемся людям, которые сейчас кричат «Осамнов вышних!» А завтра уже будут кричать «Распни!» Если мы не пожалели собственных чат, то что говорить нам о других? Поэтому в этот день сердце наше исполняется радостью, да, но и скорби, потому что каждый из нас может стать на такой путь, если не будет вынимать своему сердцу, если будет продолжать жить, осуждая других и не видя своих собственных грехов. Мы призваны быть подобными Христу. Мы называемся христианами, а христианин это тот, кто подражает Господу. А в чем его мы должны ему подражать? Прежде всего в любви и великодушии. С каким великодушием он оправдал блудницу, мытаря, блудного сына, вспомните Евангелие, с какой любовью принял он этих людей. Вот к чему мы должны стремиться, вот ради чего мы должны говорить о саннах. Не ради того, что мы можем что-то получить от Бога, мы получили уже больше, чем можно себе представить. Столько благодати дал нам Господь при крещении, столько пользы мы должны были бы получить, но мы ищем, ждем еще чего-то. И Господь дает нам как немощным много чудес, но самое главное чудо, его воскресения в том, что ради своей любви к роду человеческому, ради своей бесконечной любви он отдал жизнь свою ради нас, зная, что в Иерусалим он идет не ради асанна в вышних, а ради распятия, чтобы распять себя, отдать себя на заколение ради нас, ради меня, каждого из нас. Поэтому мы с вами тоже взяли ветви, держим их в руках ради того, чтобы вознести славу Богу и чтобы приобщиться не только его милостям к нам, но и его страдания, чтобы и наше сердце прочувствовало всю его боль. Конечно, этого невозможно. Если бы мы хоть в какой-то степени, хоть в малой прочувствовали ту боль его за каждого из нас, за меня. Но это необходимо нам для того, чтобы мы поняли, что такое воскресение Христово и к чему призывает нас Господь. Господь призывает нас к вечности, вечности в любви, вечности со Христом. И эта вечность, эта любовь, она и есть то, что мы приобретаем здесь. Если мы научимся не осуждать, вот наша вечность будет в неосуждении. Если мы научимся быть милосердными, великодушными, терпеливыми, спиренными, и вот в этом наша вечность будет с Богом. А что такое ад? Ад это одиночество, это оставленность, это место без Бога. Вот тем оно и страшно, не огнем или холодом, а отсутствием Бога, отсутствием даже малейшей радости. А ведь какую радость дает нам Бог и общение с Ним. Вот поэтому и надо к этому нам с вами стремиться. С праздником вас, дорогие и праздники и и пусть наши грехи и страсти не затмят нам нашей радости общения с Христом, потому что Бог дал нам покаяние. И через это покаяние мы сможем вернуться к Нему, забыть о том плохом, что с нами было, но воссоединиться в Его любви. Аминь. Спасибо.